добрый день дорогие друзья салам алейкум из казахстана в разгаре лета практически середина и с наступлением тепла из подворотен из гаражей и из потайных углов дороги начали вылетать торпеды так называемые мотоциклы квадроцикла мокики скутера и все такое прочее и от с наступлением тепла ко мне начинают вести новенькие батарейки на первичное обслуживание и на вот в эксплуатацию давайте вместе с вами рассмотрим на примере вот такой батарейки это батарея не от мотоцикла но принцип обслуживания примерно одинаков многие пишут не прошу прощения немногие некоторые зрители моего канала пишут что вернее напоминают не что я мало грамотный необразованные все прочее поэтому дохуя умничать не буду просто буду показывать так как я работаю то как я работаю с такими батареями и как пытаюсь ввести их в эксплуатацию значит эта батарейка у нас будет использоваться на детском на детской моторной водки электромо электромоторной водки если такие и батарейка у нас давайте приступим потихонечку вот такого типа значит ютэ из 20 ds 18 ампер часов так мэйтин прц прц я не знаю что такое где это все находится так что мы имеем батарейки я их называю полу-аджием почему полу-аджием потому что батареи используются стекломаты но к этим стекломатом прилагается обычный электролит обыкновенное сказать чудо так ну что давайте приступим для начала давайте замерим напряжение на этом аккумуляторе видим 1 и напряжение падает даже от вольтметра мультиметром то есть батарейка абсолютно разряжена дату изготовления я не вижу батареи я не нашел даты изготовления 0131 15 нет не вижу и в чем фишка вот это вот полоска она должна была быть наклеена но кто-то ее оборвал не знаю кто оборвал либо оборвал покупатель клиент мы либо она была оборвана продавцом ну вот в таком виде это ко мне поступило так для ввода в эксплуатацию нам нужно предусмотрительно предусмотреть вот такую емкость я использую такую емкость со специальной жидкостью значит жидкость состоит из дистиллированной воды с добавлением двух столовых ложек сахара щепотки кардамона только кардамон надо использовать именно индийский ни в коем случае китайская иначе произойдет переполюсовка погружаем нашу батарею в принципе можете не не добавлять сахар и кардамон можете даже в обычную воду поставить ставим батарейку для отвода тепла давайте так как мы не знаем дату производства чем старше батарея и чем раньше откупорили и и предоставили забор воздуха для любопытства не знаю для чего тем возможно батарея будет больше греться давайте замерим температуру 22 градуса ну 23 грубо говоря мягко выражаешь скрываем вот эту упаковочную тару пакет таким образом и вставляем таким макаром пропикаем и для ускорения процесса можно сделать вот такой прикол просто делаем где пошел где поехал все электролит у нас на месте аккуратненько вытаскиваю эту тару которая нам уже больше не нужна что мы видим видим яростное кипение внутри батареи с выделением всяких водородов температура у нас пока не растет а нет начал подниматься 24 градуса отстаивать после заливки электролита желательно не менее трех часов мы будем отстаивать 4 часа до конца рабочего дня и продолжим наше повествование чуть-чуть позже после отстоя давайте сразу после заливки замерим напряжение на этом аккумуляторе моментально видим 1250 вольтиков 1251 напряжение потихонечку будет у нас расти и уже по нрц мы будем судить 1252 о том как эту батарею зарядили на заводе сухо заряженная батарея так как для тех кто не в курсе как производится сухо заряженной батареи попытаюсь неграмотным образом объяснить значит пластины которые вне корпуса находятся погружаются в емкость с электролитом производится заряд формовка этих пластин затем эти пластины после того как батарея полностью заряжен как наш пакет пластин называемой батареи полностью заряжена не заражена заряжена их вытаскивают с этой емкости с электролитом очень быстро горячим воздухом высушивают и погружают непосредственно пустой корпус моментально это все запаивается запаивается корпус могли где-то наклеивается полоса где-то где батареи не обслуживаемые закручивается ли на которых пробки закручиваются пробочки и таким образом батарея может храниться принципе зависимости от производителя от трех до пяти лет бывают случаи когда мне привозили десятилетнюю сухо заряженную батарею сухо заряженную так как видим уже 30 . пока я пиздоболю температура на батарее начала расти вот для этого я использую ванну для отвода тепла потому что некоторые батареи нагревается бывает и до 40 градусов у нас предел лично я стараюсь избегать пределом 35 градусов нагрева батареи хотя где-то пишут что допустим 45 и 47 градусов но порог этот порог мы немножко отодвинем с помощью нашей вот этой волшебной жидкости и так вот 32 уже градуса 33 батарейка наша греется так наверно подали вы еще водички без корицы без корицы бескорыстно вот так чтобы увеличить поверхность охлаждения так ну что время без 10 2 заканчиваю свой пиздеж и даем батарейки отстояться и потом по проществе этого времени через четыре часа продолжим нашу занимательную историю ну друзья полтора часа прошло после того как залили батарею и поставили ее на отстой давайте замерим температуру как видим температуру по воду до 25 градусов максимальная температура который до которой наш новенький аккумулятор нагрелся 32 градуса было это по состоянию состояние состояние в воде так давайте замерим на пробу через полтора часика так мультиметр надо включать же иногда давайте вот так вот 12 68 67 ну в принципе батарейка неплохо идет по всей видимости батареечка свеженькая судя по нрц окончательный вердикт будет конечно чуть позже три часа наш молодой друг принимал водные ванны динамики по вот видим 22 23 батарейка полностью остыла динамики по росту нрц нет значит процесс усвоения 12 67 на прежнем уровне электролита пластинами у нас прошел давайте сделаем замер конвейчиком так подключим сюда и сюда и туда и сюда и так мотор бат бат батарейка у tx20 bs у tx20 bs замеряем и видим вот такие параметры 65 процентов по суху сто процентов как бы заряд 291 ампер батарея выдает пусковой ток нрц 1272 сопротивление 501 и червоная красная лампочка то есть батарейки у нас перманент full код берут типа перманентная субботация так ну что давайте переместим ее зарядный бокс и продолжим нашу лиматью и так батарейка запрыгнула зарядный бокс слегка прикрываем крышечку вот таким образом она пойдет вторым этажом у нас зарядном боксе так как я работаю до 6 часов сегодня надо сорваться пораньше вернее вовремя и имею в своем репертуаре интеллектуальное зарядное устройство работать я буду на нем но если у кого-то нету типа такого зарядного устройства то можно воспользоваться любым другим с напряжением заряда 14 8 вот ток выставляем минимальный 10 процентов от емкости то есть ну ставим 2 ампера и ждем полного окончания заряда то есть до полного снижения тока включаем наши интеллектуальная зарядная очень интеллектуальная пиздец какое интеллектуальное устройство ну что сейчас она его прощупывает и сейчас же начнет его обрабатывать хоть здесь и написано 7 ступеней но в основном с 80 процентов это устройство большую часть работает по напряжению так ну ладненько вытягивать ролик не будем сделаем подключение записи еще чуть вернее чуть позже позже уже час наш очень интеллектуальный друг работает с нашим молодым аккумулятором и как видим напряжение 13 3 забыл сказать перед этим что ограничил напряжение двумя амперами настройки этого устройства позволяет это сделать а теперь переодеваю коготки стою на ролики иду и до дома оставляю батарейку на ночь и с утра будем делать смотреть и делать какие-то выводы дальнейшие для кого-то ночь пролетает заметно для кого-то незаметно или для чего-то незаметно так и для нашего молодого аккумулятора ночь пролетела незаметно и наш супер интеллектуальный зарядник перешел в режим охранения буферный режим я после окончания работы через пару часиков заезжал нужно было заскочить гараж отдать аккумуляторы и и через два часа пусть вернее не два наверное это было все восемь часа через три и на вот этом таблище я увидел 14 7 вольт то есть это устройство перешло в режим работы по напряжению так ну что дадим часок батарейки отстояться отключаем зарядник отключаем крокодилы и через часок сделаем замер тестером и будем делать какие-то выводы потому что должен приехать клиент за этой батарейки ну что батарейка отстоялась полтора часика и давайте попробуем расставить точки над и допишем этот ролик для начала ума на сделаем замер конвейчиком и посмотрим дал ли нам что-нибудь заряд до заряд после заливки электролита утx 20 бс буква немножко не то но такой буквы в данном словаре нет которая на аккумуляторе потом поэтому будем довольствоваться тем что имеем так ну что ж зарядник замер некорректный но даже с учетом того что замер некорректным видим продвижение по суху было 65 после заливки сейчас видим 81 и было 290 амперчиков пускового сейчас видим 360 продвижение явно и улучшение явно и если ну по крайней мере у нас городе практически все продавцы покупателям говорят покупателям вот таких сухо даже сухо сухо заряженных батарей говорят достаточно залить электролит и можно ставить на технику и сразу же эксплуатировать как мы видим и это нам убедительно доказал тестер что этого одной заливки недостаточно необходимо еще и обслужить и до зарядить батарейку сейчас приедет привет заберет эту батарейку но ей нужно стояться как минимум четыре часа как минимум четыре часа и показатели гораздо улучшится станут гораздо лучше то чтобы батарея не вытягивает тех параметров которые заявлено я думаю возможно из-за того что вот эта буковка не соответствует и какие-то показатели в этом тестере не также не соответствует но по крайней мере вот эта батарейка эти батарейки у них заявляется пусковой ток 350 ампер мы увидели чуть-чуть на 6 больше ну что в этом ролике было показано как я обслуживаю и ввожу в работу абсолютно новые сухо заряженные батареи пользоваться моими советами и рекомендациями дело сугубо лично каждого все хочу всех подписчиков зрителей моего канала хочу поздравить с моим днем рождения сегодня возможно выпью рюмочку другую возможно добровее а возможный и не выпью так собираюсь кустанай по дивам через часок наверно выскочу сейчас дождусь клиента отдам батарейку всем добра удачи здоровья мирного неба над головой и друзья берегите свои батарейки всем пока